Максим Верещагин – машинист катка. Сел за руль вот такой спецтехники три года назад. Не жалеет. Работает вахтовым методом сам из Ставрополья. Там, говорит, дороги, конечно, хуже, чем в Сочи. Здесь работать сложнее, все-таки местность горная, но зато и техника новее, да и чувствуется заинтересованность властей города в качестве дорог. Сложнее тем, что в горах тяжелее укатывать асфальт, потому что подъем машины, движение вот этот мешает. Дорогу ремонтируют не полностью, а частями. В переулке Вишневой три проблемных участка. Сейчас укладывают асфальт на самом верху. Переулок Вишневой, как и большинство улиц в городе, расположен на горе. Его протяженность – 1400 метров. Из бюджета на асфальтирование и ливневки было выделено 1 миллион 850 тысяч рублей. Конечно, ремонт к зиме признаются местные жители. Дело хорошее. И машинам, и пешеходам нужно качественное дорожное покрытие. Немало важно, что есть теперь и ливневая канализация. Осталось только все это сберечь. Мы очень рады, что такую дорогу хорошую сделали. Таких обновленных улиц в Сочи десятки. После олимпийского строительства работы не приостановились. Отремонтированная улица Бытха, Целинная. На последнюю снова стал ходить автобус по 36 маршруту. По итогам 2014 года уже в рамках ремонта дорог, нашей уличнодорожной сети, муниципальных дорог, отремонтировано более 80 объектов. То есть это где-то улицы целиком, где-то части улиц. И, соответственно, сумма тех средств, которые по итогу года были потрачены, это 229 миллионов 100 тысяч рублей. В том числе и переулок Вишнево, который сейчас у нас в работе находится. В перспективе, а точнее в 2015 году запланирован ремонт многих сочинских улиц. В первую очередь, по словам Юрия Высачева, асфальтовкладчик появится на улице Пятигорской.